всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука вот первая декада января уже прошла и тем кто будет высаживать томаты в теплицу конечно уже подошла пора и схемы рисовать и выбирать какие в первую очередь будем высаживать томаты я сейчас хочу показать вам как я буду отбирать томаты сортировать которые в первую очередь которые во вторую покажу на тех сортах которые мне совершенно неизвестны вот так же как вам например купили вы томаты вы ни разу их не выращивали как их раз как лесенку вот эту сделать о которой я говорила первая очередь посев вторая очередь 3 вот это семена просто семена почты я заказала я их не знаю я уже показывала вам эту кучу какие-то из них буду в этом году садить сеять какие-то нет для каких-то возможно и не хватит мне место ближе стены но я сейчас должна найти из них те которые подойдут мне для посева для того чтобы выращивать их в теплице то есть они должны пойти в первую очередь и преимущественно буду выбирать как я их буду выбирать преимущественно буду выбирать те которые позднеспелые индетерминанты и высокорослые крупноплодные вот про них я и говорила что у них длинный вегетационный период им чтобы поспеть нужно очень 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 много времени вот из этой большой кучи мы сейчас выберем те томаты которые пойдут в первую очередь из них я потом уже выберу которые буду сеять как которые нет беру пачку просто и читаю на обратной стороне средне поздний сорт для пленочных теплиц высокорослая до 300 грамм значит этот томат он у нас не ранний не скороспелый не детерминантный значит его нужно сеять пораньше мы его откладываем в эту кучку которая в первую очередь пойдет вот чудо лентяя например ультра ранний сорт для открытого грунта в самую последнюю очередь вот эта кучка у меня будет вот здесь они будут лежать так хохлома среднеспелый 115 дней и масса плода небольшая значит он будет в средине я вообще туда его откидываю но это ясно московский ультра скороспелый сейчас о нем даже речи быть не может его в самую последнюю очередь алтайский мед ни разу не выращивала 500 грамм так в описании вижу что среднеспелый в открытом 105 110 дней он в принципе его можно и к средним положить но можно и к первым положить это я потом буду думать сколько места будет у нас в теплице свободно искра сибири раннеспелый туда ультраскороспелый на последнюю очередь это я пока черри не рассматриваю так сахарок что за сахарок у нас здесь среднеспелый для пленочных теплиц высокорослая 150 200 грамм все плоско округлая это вот тот который может быть посеян в первую очередь откладываю пока вот сюда в первую очередь искуситель тоже ни разу не выращивала так яркие мясистые крупные 900 грамм для пленочных теплиц растения высокорослые требуют формирования подвязки среднеспелый к сожалению срок вегетационный не указан я его по крайне ну сейчас на время положу туда в ту кучку где в первую очередь потому что он ни крайне мне к ультраскороспелом никаким он не подходит значит будет лежать пока здесь ну земляк это ясно скороспелка это в последнюю очередь так вот посмотрим мишка косолапый я тоже ни разу их не выращивала все хвалят говорят очень хорошие что у нас в описании супер урожайный среднеспелый высокорослый подходит 900 грамм тоже подходит вот такие вот которые высокорослые которые крупноплодные которым до созревания нужно очень очень много времени все идут в первую очередь сюда его и вот таким образом я выбираю все томаты видео это короткое но только для того чтобы вы поняли принцип по которому я отбираю томаты все которые очень высокорослые которые крупноплодные которые длительный срок вегетационный я откладываю в кучку из них уже буду выбирать те сорта которую буду высевать потому что у меня же есть еще свои сорта которые я уже знаю и которые каждый год высаживаю в теплицу ну все до свидания